Матильда Стар. Спорим, ты влюбишься. Глава первая. Внутренний телефон слабо тренькнул. Главное не волноваться. Я справлюсь. Я же профессионал. Я сняла трубку и хорошо поставленным голосом ответила. Администратор, слушаю вас. Зайдите-ка в 506-й, тут ЧП. «ЧП», — проговорил глубокий мужской голос. «506-й? Президентский люкс. Какие там еще могут быть ЧП? Там даже цветы в эксклюзивных горшках растут по струночке, как миленькие. Ничего не шумит, ничего не ломается, но клиент всегда прав. Поэтому я вышла из застойки и, утопая каблуками в ворсе ковра, пошла к указанному по стояльцу номеру. ЧП мне сегодня без надобности. Первый день работы на новом месте лучше, чтобы все прошло гладко, а мое имя не ассоциировалось с катастрофой, потопом, пожаром или еще каким-нибудь стихийным бедствием». Я постучала. Никто не ответил. «Может, и правда ЧП?» Я открыла номер мастер-ключом, зашла и огляделась. Ничто не свидетельствовало в пользу того, что здесь что-то случилось. Идеально ровная поверхность огромной кровати. Я бы сказала, что пятиспальной, но по документам она явно проходит как двуспальная. На стенах, обитых дорогой тканью, нет брызг крови, даже пятнышек кофе нет. Живопись и статуэтки на месте, цветы в вазах тоже. Единственное, что нарушает безупречную гармонию президентского люкса, это открытый чемодан, который лежит посреди комнаты. Но если в чемодане нет трупа, а есть мужские сорочки, галстуки и ворох белья, то на ЧП это тоже не тянет. «А ты кто такая?» раздался сзади мужской голос, судя по тембру, именно тот, что пару минут назад звал меня посмотреть на ЧП. «Здравствуйте», с дежурной улыбкой повернулась я к постояльцу. «Я администратор на этаже. Расскажите, что случилось?» Представший передо мной мужчина был практически раздетым, лишь белое банное полотенце повязано на его бедрах. Мокрая кожа, рельефные мышцы, загар, явно привезенный не из солярия, а откуда-то из жарких островов. Он смотрел на меня с некоторым вызовом. Вот и напрасно. Я уже давно работаю администратором, просто раньше в другом отеле, и видала вещи куда более шокирующие, чем мужчина в полотенце на бедрах. Например, мужчин, которые даже полотенцем обмотаться не удосужились. Так что я улыбалась постояльцу так, словно он стоял передо мной в костюме тройки и при галстуке. — Какая ты к черту администратор? — буркнул он недовольно. — Где Кристина Ивановна? Где пожилая солидная женщина, которая работает здесь? В общем, столько не живут, сколько она здесь работает. Где-то в глубине темных зрачков постояльца нарастала паника. — Она сломала ногу сегодня утром, — отчиталась я перед постояльцем. — Может, не стоило, но если он знает администратора по имени и отчеству, наверное, вести о ее недомогании вряд ли можно считать закрытой информацией. Меня взяли вместо нее. Приняли на работу сегодня утром. Так в чем проблема? Мужчина смотрел на меня с ужасом. — Ты. Ты — проблема. Ты слишком красивая. Это катастрофа. 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 Продолжение следует...